Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моя гостья перенеслась на небеса и поняла в духе, что такое танец воина. Это совершенно иная парадигма в откровении о поражении дьявола. А вы готовы поразить дьявола в голову? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Сегодня с нами Анна Вернер. Анна, вы так свободны в духе. Я скажу, что меня так восхищает. Это совсем иное понимание слов «духовное сражение». Вы понимаете, о чем я? Да. Вы перенесли понятие «духовное сражение» в совершенно новое измерение. Вы называете это «танцем». Но для этого не обязательно танцевать и вовсе. Вы используете слово «танцем». Но почему вы это делаете? Объясните нам. Обычно мы иначе представляем себе духовное сражение. Нам кажется, что нужно надеть тяжелые ботинки, взять меч и пойти на врага. Но дело вот в чем. У меня было видение. В сложный момент своей жизни я вдруг перенеслась на небеса. Там я была одета в свадебное платье и старые поношенные кеды. Я побежала к Иисусу и запыхалась. Думаю, во время сражения большинство из нас чувствует то же самое. Мы чувствуем себя уставшими, выдохшимися. Иисус посмотрел на меня и сказал, «Нет, нет, Анна, возьми вот это». Я посмотрела на его руки. В них были красивые балетные туфельки. Иисус сказал, «Надень их и поклоняйся». Я сняла свои старые кеды, надела эти туфельки и начала танцевать. Когда я танцевала и поклонялась, в тронный зал осияли разноцветные огни. И тогда я поняла, у нас больше силы. Когда мы сражаемся в духовной войне с помощью поклонения, а не чего-то другого, сражаться как солдаты – это неверная стратегия войны с врагом. У вас есть прекрасный пример. Однажды вы были в Африке со своим мужем, и он оказался при смерти. Что же с ним тогда произошло? У него было заражение крови и кровотечения в желудке, а затем началась лихорадка. Врачи сказали мне, «Анна, он в тяжелом состоянии. Если ему не станет лучше, вам придется вернуться в Штаты». Я пошла на кухню и стала молиться. Это была простая молитва. «Бог, что мне делать? Покажи мне, что делать. Помоги мне». И Бог ответил, «Анна, иди к мужу и пой ему имя Иисуса». Я вернулась в комнату и сказала мужу, «Сэм, я буду петь имя Иисуса. Может, это покажется тебе странным, но так надо». А он ответил, «Ага, хорошо». Значит, он был согласен. Я положила руку на его горячий лоб и стала петь «Иисус». Я просто пропевала имя Иисуса, и лихорадка начала спадать. Лоб стал прохладнее. Я подумала, «О, это действует». Я положила руку на грудь, еще очень горячую, и стала петь имя Иисуса. Я перекладывала руки на живот, на ступни, и, наконец, жар спал. Сэм поднялся в кровати и сказал, «Я хочу есть». Слава Иисусу! Мне нравится ваше учение. Вы называете сражения танцами. Надеюсь, вы уловили суть. Так вы сражаетесь с позицией победителя. Один из таких танцев вы называете «Танец необиженного сердца». Но о таком я вообще никогда еще в жизни не слышал. Что это-то означает? Однажды в видении я увидела бегущих лошадей, диких и прекрасных. Затем я увидела лошадь, которая стояла и тосковала. Я подошла поближе и увидела на ней намордник, на котором было написано слово «обида». Потом я услышала, как Господь сказал, «Обида блокирует поток моего духа». Я поняла, что впервые услышала об этом. После того, как Господь показал мне это видение, пришло испытание. Когда мы вернулись из-за границы, нам подарили машину. У нас не было транспорта, и кто-то подарил нам прекрасную машину. Это был подарок от Бога. Мы так благодарили Иисуса. А затем машину угнали. Ее угнали ночью прямо со двора нашего дома. Я никогда не забуду этот момент. Мы проснулись и поняли, что машину угнали. Мы заплакали, «Бог, что же нам делать?» Затем мы взялись за руки в гостиной, и я услышала, как Господь сказал, «Я испытываю вашу реакцию». Держась за руки, мы сказали, «Бог, мы не будем обижаться, несмотря ни на что». Что я имею в виду, говоря «необиженное сердце?» Когда Бог что-то у нас забирает, мы говорим, «Мы любим тебя, Иисус», несмотря ни на что. Моя вера в тебя не поколеблется, несмотря ни на какие обстоятельства. Она не изменится и не пропадет, потому что я верю, что ты добрый папочка, и ты позаботишься обо мне, несмотря на обстоятельства. Также мы сталкиваемся с ложью врага. Да. И ложь, и обиды влияют на нас, даже на клеточном уровне. Вам довелось увидеть клетки одного человека. В нем было что-то не так. Точнее, это была женщина. А что же вы там увидели внутри? Однажды ко мне пришла женщина и попросила за нее помолиться. У нее было много недомоганий. Ее мучили кашель и боль в груди, боли в спине и суставах. Когда я начала молиться, я увидела в видении кровяную клетку. Поперек этой клетки было написано слово «травма». Я остановилась и сказала, «Можно задать вам вопрос?» «Я чувствую, что Господь мне что-то показывает». Я могу ошибаться, но скажите, «Была ли у вас в раннем детстве какая-то душевная травма?» Она ответила мне, «Да, да, это так». Я сказала, «Господь, Господь показал мне, что после этой душевной травмы вы поверили в ложь, что вы какая-то не такая». Я уверена, что все ваши болезни и недомогания связаны с этой ложью. Женщина заплакала. В конечном итоге она опокаялась в том, что согласилась с этой ложью и поверила в нее. Разрушив это согласие, женщина обрела полное физическое исцеление от всех своих болезней. Очень важно понимать, что это тоже духовное сражение. Я постоянно, каждый день, буквально спрашиваю у Господа, «Иисус, есть ли какая-то ложь, мысль не от тебя, в которую я сейчас поверила? Скажи мне». Избавляясь от веры в эту ложь, вы используете фразу, которая вам точно понравится. Она отказывается быть посадочной площадкой для дьявола. Однажды Иисус помолился за одержимого. Бесы, которые из него вышли, попросили разрешения вселиться в свиней. Читая этот стих, я вижу, что бесы ищут, в кого им вселиться. Поэтому я говорю, я не буду посадочной площадкой для врага. Я буду хранить себя в чистоте. Во-первых, я буду каяться в грехах, которые есть в моей жизни. А затем спрашивать у Господа, есть ли во мне какая-то ложь. Если Дух Святой открывает мне эту ложь, я говорю, я разрушаю согласие с этой ложью во имя Иисуса. Бог, покажи мне эту истину. В нас должна вселиться истина. Вы выдергиваете ложь и насаждаете истину. Одно из самых мощных, но самых пренебрегаемых орудий – это танец радости. Вы должны танцевать. Вы готовы радоваться? Оставайтесь с нами. Вам понравится следующий танец? Помните, под словом «танец» Анна имеет в виду стратегию победы. Многие мои гости вызывают во мне ревность. Я спросил Анну, а вы когда-нибудь видели во время собрания части тел, парящие в воздухе, которые Бог желает дать людям? У кого-то я такое уже встречал. Да? Видела, сказала она. Конечно. Это же нормально. Расскажите, какие части тел вы увидели, к примеру, в Вашингтоне? Во время молитвы я вдруг увидела, как словно с неба упали почки. Звучит странно, но я взяла их в руки. Вот почему во мне возникает ревность. Да. Я взяла их и спросила, кому нужны почки. Одна женщина робко подняла руку и сказала «Я». Я сказала «Они у меня! Можно помолиться за Ваше исцеление?» Та ответила «Конечно, конечно». Я начала молиться. Во имя Иисуса я молюсь о созидательном чуде, о появлении новых почек. И женщина исцелилась. Откуда я знаю, что она исцелилась? Она решила проверить и выпила несколько бутылок воды. Раньше она не могла пить без боли. Она была полностью исцелена. И это было чудесно. Один из моих любимых танцев – это танец радости. А теперь расскажите нам о танце радости. Мне кажется, радость – это оружие, которым мы чаще всего пренебрегаем. В 22-м псалме сказано «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». А в 16-м псалме сказано «Полнота радостей пред лицом Твоим». Если во время сражения мы будем вкушать эту трапезу, приготовленную для нас, на глазах у наших врагов, нас наполнит радость. Когда Бог рядом, мы наполняемся радостью, и атмосфера меняется. И знаете, я видела это своими собственными глазами. Порой, когда я молилась за людей, мне приходилось говорить им, «Я не смеюсь над вашей ситуацией, я радуюсь». Когда приходит слава Божья, я начинаю смеяться, прямо как сейчас. И я прошу людей, пожалуйста, не обижайтесь. Я просто ощущаю доброту Бога, и знаю, что Он исцелит вас. Поэтому меня переполняет радость. В результате люди исцеляются и славят Бога. Очень важно помнить о радости. Но мы не смотрим на это, как на сражение. Нам не решится вкусить эту трапезу. Люди спрашивают меня, «А как ты вкушаешь эту трапезу?» Я отвечаю очень просто. Я беру место Писания и воплощаю его в жизнь. Филиппийцам 4.8 сказано размышлять о том, что чисто, добро, правильно. Поэтому я сажусь и начинаю размышлять об Иисусе. «Иисус, Ты благой. Я люблю Тебя, потому что Ты так велик. И что происходит в такие моменты?» Я уже не думаю о своих обстоятельствах, о трудностях, об испытаниях. Я думаю о Нем. Когда я думаю о Нем, тьма рассеивается, и я понимаю, что уже вкушаю трапезу рядом с Господом и наслаждаюсь Его удивительной, сверхъестественной славой. Расскажите нам о парализованном человеке в Африке. Мы с мужем возвращались в Штаты через Южную Африку и оказались в церкви, где сидел парализованный мужчина. Он мог только слегка двигать шеи. Все остальное было парализовано, и он сидел в коляске. Я дождалась конца служения. Кстати, в этой церкви не верили в чудеса и знамения. После служения я подошла к мужчине и сказала, «Простите, мы можем помолиться за вас?» Он ответил весьма горячо, «Да, пожалуйста». Я так этого ждал. Я сказала, «Слава Богу!» Мы начали молиться и молились очень долго. Я говорю это, чтобы вдохновить всех, кто служит исцелением и не понимает, почему чудеса не мгновенны. Не всегда чудо приходит сразу же после молитвы. Я заметил, что многие люди молятся один раз. Если ничего не происходит, уходят. Анна говорит, «Нет, исцеление уже ваше. Я буду с вами, пока вы его не увидите. Вы всегда так говорите людям?» Да, да, я действительно остаюсь с людьми, пока не придет исцеление. Так вот, мы молились, цитировали Писание, а затем я начала смеяться. И я сказала мужчине, «Простите меня, я смеюсь не над тем, что вы парализованы. Простите, пожалуйста, меня так переполняет радость Божья, и я так счастлива. Он так вас любит». На мужчину тоже сошла слава Божья. Я буквально видела этот момент. Он тоже начал смеяться. И тут я сказала, «Секунду, вы двигали шеи? Прямо сейчас. Вы это видели?» «Да?» «Вы двигали своей шеей». Затем Дух Святой сказал мне, «Пой». Я подумала, «О, нет, я же не профессиональная певица». Но я послушалась. «Простите, сейчас я буду петь. Прекрасно, делайте все, что хотите». Я начала петь имя Иисуса, и мужчина полностью исцелился. Он полностью исцелился. Оказалось, что это был его день рождения. Но мы этого не знали. Он скачал со своей коляски, побежал между рядами и кричал, «Я исцелен!» «Я исцелен!» «Чудеса Бога реальны!» «Сегодня мой день рождения!» «И это было просто потрясающе!» «Это было великолепно!» «Когда мы вернемся, я попрошу Анну спеть имя Иисуса для вас. Если вы выдержите, я тоже буду петь его имя на еврейце. Иешуа — это один новый человек, еврей и язычник, объединенный помазанием Мессии. Я верю, что так придет сверхъестественная радость и чудеса. Возможно, Анна увидит какие-то части тела для вас. Мы скоро вернемся. С нами Анна Вернер. Я попрошу вас петь для людей, которые смотрят нас в этой студии или у себя дома, ту же песню, которую вы пели для своего мужа, когда ситуация была критической. И он был при смерти, как говорили тогда врачи. Вы просто пели Иисус. Вы не молились. Вы пропевали его имя. Я уверен, если вы споете это для людей, они будут исцелены. А затем я спою то же самое на еврейце Иешуа. Я уверен, что и к вам также придет слово «знание». Я так рада, что вы со мной споете. А это потому, что вы меня еще никогда не слышали. Хорошо. Сделайте одолжение. Не могу поверить, что я на это согласился. Пожалуйста. Пожалуйста, сделайте одолжение и встаньте. Я хочу, чтобы вы были готовы принять от Бога. Спасибо тебе, Господь. Отец, благодарю Тебя за огонь, который исходит на это место. Мы молимся и благодарим Тебя за свободу, которая у нас есть в Тебе. Ранами Твоими мы исцелились. Спасибо, Дух Святой. Иешуа. 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 Спасибо, Иисус. Пока вы слушали эту песню, я получила слово «Знание» для вас. Господь напомнил мне историю о женщине, которая ощущала себя какой-то не такой, какой-то неправильной. Я увидела, что это слово для вас, для кого-то из наших зрителей. Дело в том, что вам нужно противостать бесовскому духу. Вам кажется, что вам нужно заработать любовь своего папочки. Вы хронически больны. В вашем теле развились хронические болезни, и ни один врач не понимает их причину. Я вижу аутоиммунные проблемы, хронические респираторные заболевания, которые возвращаются вновь и вновь. Что бы вы ни делали, вы не можете от них избавиться. Во имя Иисуса, я молюсь о вашем прорыве и исцелении. Отец, я приказываю этому бесовскому духу уйти прямо сейчас. Вы почувствуете, как что-то ушло. Даже в этой студии вы почувствуете, как что-то покинуло вас прямо сейчас. Этот бесовский дух уничтожен. «Скажите со мной, если верите мне, я разрушаю свое согласие с ложью, что со мной что-то не так. Я разрушаю свое согласие с ложью, что со мной что-то не так, потому что я сын и дочь царя царей». Теперь посмотрите на меня. Он любит вас таким, какой вы есть. Не нужно быть идеальным. Вы свободны. Вы абсолютно свободны. Вы одержали победу, и ваше тело исцелено. Во имя Иисуса. Сид, я получила такое слово. Когда вы получаете свободу и исцеление, бес не может вернуться. Он попытается, но вы стойте в победе и говорите, «Нет, я получил исцеление во имя Иисуса». Бес, ты не можешь вернуться, двери закрыты. Бог учит нас этому. Бывает, что люди получают исцеление, а затем враг пытается вернуться. Люди разочаровываются и возвращаются в то же горестное положение. Послушайте, в этот момент нужно подняться и сказать, «Нет, бес не вернется во имя Иисуса». Смотрите в следующем выпуске. Смотрите, что произойдет, когда я буквально дам своим гостям свободу в славе Божией. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на АСН. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть, это сверхъестественное. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. ISN — онлайн-сеть. Это сверхъестественно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение ISN сегодня.